Ангарский бульвар Торги на ремонт Ангарского бульвара выиграла подрядная организация ООО «Сугу». Финансирование капитального ремонта осуществляется за счет Дорожного фонда и в общей сложности уже освоено более 40 миллионов рублей. Финансирование получили, разыграли торги, выиграла подрядная организация и вот сейчас работы ведутся. То есть тут никаких я не вижу ни нарушений, ни сбоев по срокам. Тут все идет в рабочем нормальном режиме. Тем более надо учесть, что мы в этом году уже построили улицу Интернациональную, заасфальтировали улицу Титова, заасфальтировали. Вот так же планируем в этом году все-таки закончить улицу Ровенскую. Основная работа выполнена. Устанавливают бордюры и через несколько дней будут проводить уличное освещение. Кроме того, на ремонтируемом участке будет новая кольцевая развязка. В последней очереди мы круговой приступаем сейчас. Через два дня здесь начинаем ложить первый слой асфальта. Потом вокруг кругового идет пешеходная дорожка будем делать. И на нем же обратная засыпка и там же будем ложить асфальт. Также на улице будут установлены три светофора. На стыке Ангарского бульвара с улицы Московская и рядом с пятой гимназией. Кроме того, возле школы установят дорожные знаки, дети и пешеходный переход. Конечно, хорошо, очень красиво, удобно нам теперь. Мы уже не ходим по камням. Отметим, что городские власти планируют закончить все ремонтные работы уже к началу ноября. Основные дорожные работы мы закончим буквально на этой неделе. И в целом оставшиеся работы там у нас останется по озеленению. Сейчас идет выборка газонов параллельно. И после укладки асфальта и установки опоры будет произведено завоз грунта, земли. И будем планировать уже посадки деревьев. Напомним, проект карты убитых дорог был запущен в феврале текущего года. По итогам народного голосования в Туве в число самых убитых вошли 46 дорог, 30 из которых только в Кызыле. Главное управление МЧС Республики запустило реализацию нового социального проекта «Безопасный дом», основной целью которой является сокращение числа бытовых пожаров в жилом секторе, а именно в домах, в которых проживают малоимущие и многодетные семьи, недопущение гибели и травмирования людей, а также оказание адресной помощи по ремонту отопительных печей, замене ветхой электропроводки и установке автономных пожарных извещателей в жилых домах. Кроме того, специальные комиссии, куда входят Министерства труда и социальной политики региона, определены семьи, которым установят автоматическую систему оповещения о пожаре, позволяющую в кратчайшие сроки оповестись жителей, а также в автоматическом режиме передать соответствующий сигнал в единую дежурно-диспетчерскую службу путем СМС-сообщения. Монтаж данной системы будет осуществлен на безвозмездной основе специалистами общественной организации Всероссийское добровольное пожарное общество. Уже с начала следующего года российские и зарубежные автопроизводители, работающие на нашем рынке, начнут заносить сведения о новых автомобилях в систему электронных паспортов транспортных средств. Полностью же перейти на нее они должны до 1 июля 2018 года. Разработкой и внедрением этой системы занимается корпорация Ростех. Введение электронных ПТС – это масштабный IT-проект, который серьезно переформатирует систему регистрации и учета автотранспорта, сделав ее полностью цифровой. Фактически все сведения о транспортном средстве и его история будут доступны онлайн. Система станет более оперативной и удобной как для собственников машин, так и для регистрирующих органов и других служб. Помимо данных о габаритах авто, его экологическом классе и владельце, в ПТС можно будет вписать и ряд дополнительных сведений, например, о техническом осмотре и техническом обслуживании и ремонтных работах, пробеге, о наложении либо снятии ограничений, о страховании и страховых случаях, включая сведения о ДТП.